Временное снижение заболеваемости COVID-19 – возможность встретить новую волну во всеоружии. По словам медиков, сейчас самое время для того, чтобы сделать прививку, тем более, что у многих уже прошло полгода с момента последней процедуры. Прививочные кабинеты работают в прежнем режиме и готовы к приему пациентов. В 4-й горбольнице прививают ежедневно без выходных с 8 утра до 8 вечера. Записаться на процедуру можно на сайте медучреждения или позвонив в регистратуру. Но если вы придете на прививку без предупреждения, вас также встретят и сделают вакцинацию. Сегодня, конечно, у нас летний период. Мы с вами встречаемся в такой хороший летний день. Многие на пляже, многие находятся в отдыхе. Казалось бы, такое благополучие, мнимое благополучие. Мы все прекрасно понимаем, что мы должны быть готовы к определенным ситуациям и к увеличению, в частности, заболеваемости по COVID-19. Андрею Салагаеву 61 год. В первую волну тяжело переболел коронавирусом. Пришлось лежать в стационаре. Поэтому, как только появилась возможность, прошел вакцинацию. Теперь делает это регулярно. Получается, четвертый укол. Я один раз делал две дозы, потом делал одну лайтом. И сейчас, опять-таки, однократно прививаюсь только спутниками. Практически без осложнений. То есть, только место укола некоторое время побаливало. А никаких температур, ничего такого не было. Ольга Стройкова сделала прививку и теперь, говорит, обрела уверенность. С момента последней процедуры прошло полгода. В семье Ольги прививаются все. Муж – свекор со свекровью, дочка – ее супруг. Первую, ну, и температура была, и тело ломило. Последующую хорошо перенесла. Первый раз спутник ВИ, двухкомпонентный. Второй раз спутник ЛАЙТ. У нее очень много сопутствующих заболеваний. Дети, внуки. Тоже как-то не хочется довести семью. Особенно медики рекомендуют пройти вакцинацию тем, у кого есть хронические заболевания. Вакцины имеются в поликлиниках в достаточном количестве.